Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы будем делать карточку товара в фотошопе. У нас есть товар ирригатор с четырьмя насадками. И первое, что мы должны сделать для этой карточки, это отрисовать фон. Как мы видим, он на всех карточках фактически одинаковый, поэтому мы будем делать это на одной карточке и дублировать на последующих. Для этого нужно выделить монтажную область и создать на ней корректирующий слой, градиент. У меня уже есть готовый градиент, который по своим цветам похож на градиент сайта Wildberries. Я буду использовать его. Для того, чтобы изменить цвета в этом градиенте, достаточно нажать два раза на сам градиент, два раза на цвет. И уже нажимая на эти квадратики, можете выбирать абсолютно любой цвет, который необходим для вас. Нажимая на черный квадратик, вы выбираете непрозрачность данного градиента. У меня это будет 100%, поэтому здесь я ничего у менять не буду. Я нажимаю ОК и выбираю угол нашего градиента. У меня он под наклоном. Выбираю вот такой угол. И нажимаю ОК. У нас получился градиент, на который нужно нанести вот такие капли. Для этого я нашла заранее в интернете капли на прозрачном слое в формате PNG. И я их переношу на нашу монтажную область. Капельки не занимают всю площадь данной фотографии. Я их дублирую с помощью клавиши Alt и тяну наверх в вкладке слои. И потом уже оттягиваю на нужное мне место. Если мы приблизим, то мы можем увидеть, что некоторые капли ложатся друг на друга. И для этого нам нужно создать слой маску и немножечко почистить верхний слой, именно верхнего дублированного слоя. Для этого мы нажимаем на кисточку, выбираем цвет черный. И мягкую кисть. С помощью клавиш твердый знак и буквы Х мы увеличиваем и уменьшаем размер нашей кисти. И рисуя именно по маске, это вот такой вот белый прямоугольник, мы удаляем ненужные нам капли. Если мы удалили какие-то капли, которые нам нужны, мы просто выбираем белый цвет кисти. И удаленные капли, они возвращаются. Меня устраивает вот такой вот результат. Далее мы выделяем два слоя с каплями с помощью клавиши Shift. И нажимая клавиатурное сочетание Ctrl-E, мы объединяем два слоя в один. Далее, если мы посмотрим на исходники нашей карточки, мы увидим, что градиент здесь намного темнее, нежели тот, который нарисовали мы. Это потому, что поверх капель мы еще нарисуем один градиент. Для этого мы нажмем и создадим новый слой. Нажмем на инструмент градиент. Нажмем вот сюда для выбора цвета. Здесь у меня уже стоит градиент от прозрачного до черного. Черный цвет я менять не буду. Вот этот цвет темно-фиолетовый я так и оставлю. Вот здесь непрозрачно ставим 0, вот здесь непрозрачно ставим 100. И выбираем линейный градиент, и ставим нашу точку на центр, и тянем ее к углу. Можно сделать еще раз. Делаем то же самое, только наоборот. От центра к противоположному углу. Я тоже сделаю два раза. Что дальше? Дальше я зайду в окно непрозрачность и уменьшу ее до 75. Если мы приблизимся опять к нашей карточке, то мы заметим, что наши капли, которые у нас, они более четкие, нежели те, что на исходнике. Поэтому мы нажмем на наш слой с каплями, зайдем в вкладку «Фильтр», «Размытие», «Размытие по гауссу». И выберем где-то 1,7. И наши капли немного размылись. Следующим этапом нам нужно нарисовать вот такую желтую плашку, на которой мы будем размещать наш ирригатор. Для этого мы берем инструмент «Перо». Смотрим, чтобы вот здесь была выбрана фигура. Выбираем сразу заливку цвета. Нет, давайте градиент от желтого до... до более яркого желтого. И по точкам рисуем эту плашку. Неважно, что мы заходим за края, потому что когда мы разместим эту плашку внутри монтажной области, все эти края обрежутся. На этом все. Мы нарисовали фон, поэтому я беру, выделяю все наши слои, которые относятся к фону, и нажимаю клавиатурное сочетание «Ctrl G». И это позволяет нам отнести все эти слои в папку, которую мы назовем «Фон». После чего я эту папку с помощью «Альта» дублирую на все наши монтажные области. И в этой карточке мы удаляем эту плашку. Следующий этап. Мы будем располагать наш товар, ирригатор. Он у меня уже подготовлен. Я его буду размещать уже сразу на всех карточках, так как он у нас есть везде. Так, ставлю вот сюда примерные. Размеры пока что примерные. Для того, чтобы изменить размер, я нажимаю «Ctrl T» и тяну за углы. Далее на эту карточку. Также с помощью «Ctrl T» я меняю не только размер, но и угол наклона нашего ирригатора. Выглядит вот так. Я разместила наш товар на всех карточках. Следующим этапом я буду писать заголовок. Заголовок я буду писать шрифтом «Monserrat Black». Для изменения цвета и размера я воспользуюсь вот этим полем. Выбираю здесь белый. Здесь просто увеличиваю размер до нужного. Для того, чтобы текст был написан только заглавными, нам нужно зайти в вкладку «Символ» и выбрать «Все прописные». Если у вас нет вкладки «Символ» на данной панели, значит вам нужно зайти в окно и найти ее среди инструментов. Также в процессе работы нам понадобится вкладка «Свойства» и вкладка «Абзац». Но, скорее всего, вкладка «Абзац» появится у вас вместе с окном «Символ». Шрифт сделаю еще больше. 115 где-то пикселей. Для подзаголовка я нарисую вот такую желтую полосу. Она у меня уже сразу залилась в нужный цвет и мне ничего не нужно исправлять, но если бы был бы цвет другой, я бы ее исправила в этих настройках. Пишу для полости рта. Меняю начертания нашего текста до «Сэмиболт». В символе убираю для прописных букв. Выбираю цвет фиолетовый с помощью пипетки. Следующим этапом также я уменьшаю размер текста. Наверное, все-таки болт. Да, я использовала болт. И выделяя два текстовых слоя, я выравниваю все по центру. Следующим этапом я дублирую этот текст. Удаляю все прописные и пишу три режима работы. Выделяю весь текст, уменьшаю размер текста, а также увеличиваю межстрочное расстояние. Это делается в символе вот в этой параметре. Делаю 100. Текст делаю еще меньше. До 80. И, соответственно, делаю меньше межстрочное расстояние до 90. Размещаем наш текст в нужном месте. Добавляем двоеточие. И этот текст мы копируем на четвертую карточку. И здесь мы пишем насадки. Следующим этапом нам нужно добавить наши насадки. Они также у меня уже подготовлены. Я их переношу в Photoshop. Размещаю на карточке и слежу, чтобы они помещались у меня внутри монтажной области, а не снаружи. Размещаю их. Дублирую с помощью альтотекст. Пишу плюс 4 насадки. меняю цвет на желтый. Размещаю этот текст под насадками. И здесь у меня применен такой режим свечения. Этот режим свечения я применю и здесь. Для этого я выделяю этот слой. Нажимаю добавить стиль слоя. Тень. Выбираю белый. Непрозрачность ставлю 30. Смещение 0. Размах 15. Размер тоже 15. Главное нашей карточке товара уже готово. Далее будем писать текст на втором слайде нашей карточки. Рисуем прямоугольник. Дублирую текст. все прописные. Размер текста 60 пикселей. Монсеррат болт. далее дублирую и уже перекрашиваю текст желтый цвет. Пишу слабый. мне не нравится данный цвет, поэтому я воспользуюсь пипеткой, чтобы сделать его более ярким. Цвет данного прямоугольника можно поменять с помощью вкладки свойства и пипеткой выбираю нужный цвет. слежу, чтобы это было выровнено все по одной линии. Наверное, даже я немножко сделаю поменьше. Просто выделяю все необходимые слои, нажимаю Ctrl-T и растягиваю. Ctrl-C нажимаю на текстовый нажимаю на инструмент текста Ctrl-V и мы скопировали уже весь стиль данного слоя. Выравниваем также по одной. То же самое делаем с другими режимами. За кадром я прописала на всех оставшихся слайдах текст. Нам осталось на третью карточку добавить круг светящийся. Перекрашиваем его в белый. И для того, чтобы добавить свечение, мы добавляем тень. непрозрачность 30, смещение 0, размах 15, размер 15. Окей. Дублируем данную точку на все преимущества. Следующим шагом нам нужно нарисовать насадки в круге. Для этого мы рисуем круг. Немного меньше. Для того, чтобы уменьшить круг, помимо Ctrl-T мы еще при изменении размера зажимаем Shift, чтобы он не искажался. Далее в окно свойства мы меняем цвет. Я с помощью пипетки выбираю темно-фиолетовый. И также мы меняем цвет нашей обводки на желтый. Делаем обводку немного толще, например, 2 или даже 4. После чего мы дублируем фотографию наших насадок на четвертую карточку, уменьшаем размер и нажимая на кнопочку Alt у нас появляется вот такая стрелочка. Нажимая на эту стрелочку у нас обрезается все лишнее. Немножко у нас торчит кусочек насадки. Я создаю маску, выбираю черную кисть, жесткую кисть и удаляю ее. Также у нас тут есть тоже у этих насадок свечение. Мы добавляем свечение с помощью тени. Параметры не изменились, они везде одинаковые. То же самое проделываем с оставшимися насадками. Я отрисовала все насадки. Нам осталось только отрисовать тень под нашим ирригатором. Для этого я беру эллипс, рисую его поверх. Цвет выбираю темно-желтый. Она должна иметь небольшой оттенок фона. Поэтому я выбираю темно-желтый цвет. Я его перемещаю в слои под ирригатор. Нажимаю фильтр размытие по гауссу, преобразовать в смарт-объект. Я бы наверное выбрала 3. Окей. И я немножечко уменьшаю непрозрачность до 40. Я тень подгоняю немножко больше под ирригатор с помощью стрелок на клавиатуре. и тень я дублирую на соседнюю фотографию. Опускаю по слоям также ниже ирригатора и подгоняю с помощью Ctrl-T по размерам. Осталось нам это все дело сохранить. Для этого я нажимаю файл экспортировать быстрый экспорт в JPEG. Нам дают право выбора папки, куда это все экспортировать. Я ее выбираю и если мы перейдем в папку, куда мы это все сохраняем, то мы обнаружим там все наши монтажные области сохраненными. На этом все. Я оставлю список горячих клавиш, которые я использовала в этом уроке в описании к видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. До